Да, ну а также сейчас об образе невесты вам очень подробно расскажет Ольга Горбунова. Давайте его приветствуем. Добрый день, уважаемые гости свадебной академии, уважаемые невесты, женихи, родители и прочие присутствующие. Я хочу рассказать вам вот о чем. Смотрите, очень часто при выборе оформления свадьбы и образа невесты мы руководствуемся какими-то, ну скажем так, стандартами, то, что мы видели у кого-то где-то и повторяем, ну не очень задумываясь о том, что можно сделать что-то совершенно по-своему, необычное, оригинальное и в своем собственном стиле. И вот сегодня я хочу вам предложить несколько вариантов оформления свадьбы и образа невесты в зависимости от того, какой образ у самой невесты, как она выглядит, какая у нее образность. Мы очень многие не задумываемся об этом, а было бы полезно. Вот, и я буду приглашать невест сюда или просто девушек, может быть, даже подруг, для того, чтобы показать, кому какой образ будет подходящий. Хорошо? Договорились? Вот, потому что все равно главной героиней на свадьбе является кто? Все равно невеста, правда? И поэтому женихи говорят, что от нее все зависит. Итак, давайте начнем. Презентация у нас есть. Итак, смотрите. Если в образе невесты ямно читается, например, восточный стиль, то можно оформить свадьбу с намеком на восточный стиль. Он может быть как очень выраженным, так и выражаться, например, просто в цветах, каких-то оттенках. Значит, вот здесь вот показаны некоторые варианты, но, может быть, так сильно мы не будем декорировать, да? Но, например, цвета в букете, цвета в оформлении могут вполне быть именно такими. Я сейчас приглашу двух девушек, которым это было бы очень красиво. Так, пожалуйста, вы. Подойдите, пожалуйста. Презентация у нас прекрасная девушка, как вас зовут? Светлана. Вы согласны, что в образе Светланы читается на ее восточном стиле? Согласны? Да. Да, хорошо. Еще Татьяну я попрошу подойти, потому что Татьяна у нас, как будто бы, сошла с декоратом фильма «Великолепный век». Согласны? Вот такие как раз сообразительные, роскошные девушки, очень часто мы можем видеть их в каких-то фильмах, связанных с Востоком. Девушки, как вам идея восточного какого-то оформления? Хотя бы чуть-чуть спейте. Не обязательно все делать как на отходах. Светлана, как вам это делать? Более нежную-то находите, да? Но вы можете добавить яркости, потому что это будет хорошо соответствовать вашей внешности. Ну что, спасибо, девушки. А мы идем дальше. Свадьба в классическом стиле. Вообще, много королевских свадеб происходит именно в классическом стиле. И тогда у нас у невесты будет, можно перелеснуть слайд, довольно лаконичное платье с минимумом декора. Все очень выдержанно, сдержанно, лаконично. И кому-то это тоже очень неудобно. И много королевских свадеб в таком стиле. Так, я вас пригласила сюда, вас. Я вам предлагаю такой вариант. Мы вас тоже приглашаем. На экране сейчас королевские особы Монако и Галатин. Вот, соответственно, как вам, девушки, идея вот такой свадеб в королевском стиле? Ярко. Поярче, очень, да? Ну, можно в цветах добавлять, конечно, но какие-то идеи этого можно. А вам как? Мне понравилось, что вам акценты? Да, никто не спорит, безусловно. Спасибо большое. А теперь идея свадьбы. Да, кстати, вашей невесте, вашей, тоже можно классический образ подобрать. Вот, вашей. Показывали мне просто фотографию невесты, нет? Сейчас фотографию я посмотрю вам. Следующий момент – это свадьба в натуральном стиле. То есть, близость к природе, тема, связанная с чем-то натуральным. Я могу предложить этот вариант вот вам. Если вы хотите, пожалуйста, выйдите к нам. Да? Хотите? Ну, я хочу этот вариант предложить. Показывать, пожалуйста. Потому что, смотрите, у нас невеста очень изящная, очень хрупкая. И в ее цветах, в ее волосах есть такой намек на нечто природное, натуральное, очень красивое. Нежная, да? Такое, как утренняя такая вот дымка. Так что я вам еще потом вариант предложу, а вы уже там смотрите, что вам нравится. Спасибо. Ну, рустикальный стиль, он тоже недалеко ушел от натурального. Это одна из разновидностей. Можно просто показать еще один слайд. Вот. Здесь еще есть тема леса и каких-то лесных элементов. Кому-то нравится? Вот. Это свадьба моей подруги. Я просто показываю, что могут быть необязательно белые платья, потому что, если, например, девушка выходит замуж не в первый раз, то можно цвет платья уже поменять. И, допустим, до 19 века вообще свадебные платья были все цветные и делались так, чтобы потом их можно было в жизни носить. Поэтому такой вариант лучше вас может. И здесь хочу показать стиль пары, что перекликаются цвета в костюме жениха и невесты. Спасибо. Можно дальше? Свадьба в стиле сказки. Сказку можно выбирать любую, какая вам нравится. Естественно, какую вы любите. И вот здесь я снова хочу пригласить вас. Я хочу вам предложить два варианта. Маргарита. Маргарита, а эта тема как вам? Очень красивая. Очень красивая. Вот эта больше нравится, да? Хорошо, замечательно. Варианты всегда есть, можно из них выбирать. Спасибо, Маргарита. Маргарита, а вы считаете, что вы хотите походить? Сказки бывают разные, поэтому можно варьировать. Вот эта тема очень замечательная. У кого-то будет свадьба зимой, может быть? Пока не планируется, да? Ну вот если зимой, например, происходит торжество, то здесь очень хорошо могут сыграть оформительские элементы, такие как снежинки, шишечки, новогодние шары и так далее. И вот там среди букетов, я видела тут же, да, специальные букеты есть от флорины для зимних свадьб. Спасибо. Если у нас, например, тематика, кому-то тематика какая-то близка. Например, может быть, невеста или, может быть, жених моряк или лечник, а может быть, они познакомились на море, тогда может быть, оформление свадьбы в морском стиле. Или вот такое, например. Почему бы нет? Свадьба в стиле Прованса. В прошлом году у нас была невеста, да, очень такая для Прованса подходящая. Тоже прекрасный вариант. Ну и если вам нравится тематически, опять же, свадьба, свадьба байкерская может быть у вас, или, например, свадьба в стиле мафии. Это все зависит уже от вашего желания. Что вы хотите, что вам нравится, что вам интересно. Может быть, вы выберете что-то вот такое. В зависимости от интересов, однако, образа. Ну что ж, в принципе, на этом я заканчиваю свой рассказ. И просто подумайте, какой может быть ваша свадьба, какие интересные идеи вы можете взять для нее. Спасибо.